Ну вот, Олег, я знаю, что ты еще, помимо того, что ты много пишешь для взрослых, ты много пишешь, и сказки детские ты пишешь, и стихи детские пишешь, и делаешь, и детские постановки ставите, и мюзиклы детские ставите. Вот я хотел бы рассказать, как ты к этому пришел, и, может быть, какие-то примеры показать. Я знаю, что ты очень любишь детей, и дети тебя очень любят, они очень любят, и слушают, как ты сам играешь, поешь. Ну вот ты создатель, ты творец в данном случае, а творца всегда интересно послушать, как он это делает. У нас поэтому гитара здесь не случайно лежит, что ты можешь потом... Спасибо. Ты можешь показать, наверное, книжки какие-то. На самом деле, конечно, трудно, у тебя очень много сделано, но хотя бы вкратце, хотя бы вкратце. Это огромное, это сколько, вот 72 года, из них, наверное, начиная с 14 лет, я, наверное, пишу, это беспрерывная работа все время, конечно, очень много. Вот как Леня говорил тогда, Филатов, что надо очень много трудиться, работать. Вот это вот труд, как ты понимаешь. Ну, а детская литература, это просто когда я отдыхал, вот так, какие-то я... Я же серьезные драматургические вещи писал. У меня пьеса есть, и Тезей, да, такая, и Медея, апология Медея, вот, философские какие-то произведения. Проза, очень много прозы. Огромное количество было написано прозаических произведений, не только пьесы, а и прозаические там повести, рассказы. Ну, большая часть у меня погибло рукописи, к сожалению. Даже то, что сохранилось, все равно... Вот мы продолжаем с Наташей сейчас работать, вытаскивать, обрабатывать. Вот. И вот я отдыхал, когда я уезжал, тот же в Коктебель, или в Крым, или бродил по Волге. Я просто отдыхал. Я отдыхал и писал детскую литературу. То, что писалось, то я записывался. Ничего я не публиковал особенно. Ну, просто вот так писалось. Какие-то стихи, какие-то детские небольшие эти самые поэмки. И однажды, когда я... Вот ты знаком с Лобецким. Ну, да, уже на кухне. Здесь сидели у тебя, да. Это главный режиссер театра. Театр Кукол был тогда, Выборгского театра Кукол. Мы даже должны были вместе работать. Он хотел вставить мое произведение, «Заводная ступочка». И я приехал к нему, и мы уже работали вместе над пьесой для постановки. И в это время там оказался замечательный парень, Игорь Шевчук. И мы подружились. И он читал мои, взял, как я как раз привез, работал над детскими стихами. Он их взял, прочитал и сказал, «Алерг, все, можно я это возьму? Я покажу, я работаю в Искорке у Доры Борисовны Колпаковой». Я говорю, конечно, пожалуйста, я буду даже рад. Он взял эти произведения. Через несколько дней мне позвонили из этой самой Искорки Дора Борисовны Колпаковой. Главный редактор говорит, Олег Аскерович, приходите, мы хотим печатать вас. Я пришел, мы познакомились. Они напечатали из «Горбатого мостика» несколько сказок. Сейчас этот «Горбатый мостик». Мы не взяли эту книгу. Это уникальная книга, я вам уверяю, даю слово, что такой книги в мире нет. Это книга о петербургских мостиках, но они у меня живые. Они ходят друг к другу в гости, они помогают друг другу. Там и «Горбатый мостик», и «Львиный мостик», и «Поцелуев мостик». В общем, огромное количество всяких этих мостиков. Эту книгу надо, конечно, читать. Сделали радиоспектакль сразу же по этой книге, по нескольким сказкам. Потом повторили еще один радиоспектакль. И так вот, в общем-то, как-то и выскорки обо мне была статья, и подборка детских сказок. И так оно и пошло дальше. Но я просто работал. И вот я могу просто вам даже сейчас прочитать «Лягушку». Вот есть книжечка, она называется «Веселые сны». Да, уже здесь, уже в руках мы показываем. И вот здесь вот «Лягушку». Там можешь показать «Лягушку»-то? Посмотри. Первая же сказка – это «Сон лягушки». Ну, попробуй сейчас. И приснился сон лягушки, что она в огромной пушке. Пушку долго заряжают, в пушку порох засыпают. И как будто дикий конь рвется к пороху огонь. Пушка делает «бабах» и лягушка в облаках. И летит, летит лягушка и гремит, как погремушка. И вращается лягушка быстро-быстро, как вертушка. Головой летит вперед, а потом наоборот. То спиной летит, то пузом, то бананом, то арбузом. То в присядку, то бочком, то в оглядку, то скачком, То клубком, то в растопырку, в облаке проделав дырку. То в движение косом, сделав сальто с колесом. Птицы встречные вскричали. «А, мы такое не встречали! Мы такого не видали, Чтоб лягушки так летали!» Подлетел веселый стриж. «Эй, привет! Куда летишь?» «Я из пушки! Я лечу, как хочу, куда хочу!» И воскликнул воробей. «Бей ее, ребята, бей! Нам и так тут места мало! А тут эта кувыркала, эта странная терпырка, Убежавшая из цирка!» «Нет!» — воскликнула сорока. «В небе места очень много!» «Да!» — чирикнули чужие. «Мы не трогаем чужих!» «Мы противники войны! Пусть летит хоть до луны!» «А молоденький скворчонок, только выйди из пеленок, Притерев глаза с просонок, разлетался, как бесенок. «А, мама! Мама! Как я рад!» «Это тетя акробат!» «Да!» — воскликнула скворчиха. «Акробат летает лихо! Ну, если тетя не спешит, может, нас погеселит?» И лягушка им в ответ, сделав сложный пируэт, Закричала «Всем пока!» И умчалась в облака. Птицы с ней давно расстались, Облака внизу остались. Кувыркаться перестало, даже страшновато стало. Пушка все тому виной, Вот бы крылья за спиной! Но окончилось паренье, Начинается паденье! Ох, тяжелая минута! Ни зонта, ни парашюта, Ни платочка, ни листочка, А земля внизу как точка! Эта точка все крупней, И лягушке все страшней! По закону притяжения ускоряется движение! Вот тебе и акробат! Вниз летит, как водопад! Вот и птицы! «Эй, привет! Где твой новый пируэт?» «Погоди-ка, акробат!» «Я бы рада, но я пад!» «Ой, как громко сердце бьется!» «Ой, лягушка разобьется!» «Ой, земля уже близка!» «Это поле, то река!» «Это горы, вон лесок!» «Это пляж, на нем песок!» «Это вон собака!» «Это кошка!» «Это домик, в нем окошко!» «Это садик, в нем гамак!» «И в домах лягушка бряк!» «И проснулась, улыбнулась, позевала, потянулась и сказала, чудный сон!» «Только жаль, забыла зонт!» «Если завтра полечу, непременно захвачу!» «Вот такая история про лягушка!» «Спасибо, Саша, за оплату!» «Молодец!» «Ну, ты же еще с музыкой что-то делаешь, да?» «А, конечно!» «Я хочу, значит, спеть парочку песен из мюзикла, которые ты хорошо знаешь» «Олег, я бы вот что еще хотел добавить!» «У тебя, я знаю, большая проблема со зрением, наверное, да?» «Чтобы, ну, как-то ты скажешь, что тебе не так просто сейчас играть-то вообще-то, честно говоря!» «Ничего, я попробую, ребята!» «Можно я вот так немножко поближе?» «Я просто должен был это добавить!» «Да, хорошо, если у меня...» «Да, значит, из... ну, давай из маленькой книжечки «Улитка» «Ну, пару песен просто мы сделаем, а я подскажу, что...» «Как это, чтобы была понятна тема?» «Шла улитка по дорожке, растопырив свои рожки» «Нет, не шла, она бежала» «И корзиночку в руке она бережно держала» «Крепко лежавший в кулаке» «Ну, эта корзинка, я уже буду говорить, самодельная корзинка из салатовых листов» «В ней корзина вне душистая малина», «Шесть горячих пирожков» и так далее «И она поет песенку «Я бегу по травке» «Улыбаются мне всякие козявки» и так далее «Идет она к бабушке своей улитке» «А бабушка улитка, она ее уже ждет» «А рядом сидит тучка сиреневая» «И она с этой тучкой, вот с этой тучкой разговаривает» «Я хочу спеть песенку «Тучки»» «Тучка, поможешь мне?» «Саша тоже помогает» «Да? Поехали» «Я сиреневая тучка, мне уже почти пять лет» «Как мне хочется попробовать котлеты и омлеты» «Только я предпочитаю» «А вернее я мечтаю» «Если честно, обожаю» «Я обеды из конфет» «Конфетки, конфетки» «Любят взрослые детки» «Конфетки, конфетки» «Любки растут, они на ветке» «Конфетки, вместе конфетки» «Любят взрослые детки» «Конфетки, а конфетки» «Но не растут они на ветке» «Я сижу, сижу на ветке» «И я думаю о том» «Может, кто-нибудь конфетки принесет бабуле в дом» «И она мне даст конфетку» «Вдруг она мне даст конфетку» «Очень вкусную конфетку» «Шоколадную притом» «Конфетки, конфетки» «Любят взрослые детки» «Конфетки, конфетки» «Но не растут они на ветке» «Конфетки, конфетки» «Любят взрослые детки» «Конфетки, а конфетки» «Шоколадные притом» «Конфетки, конфетки» «Конфетки, конфетки» «Конфетки, конфетки» «Конфетки, конфетки» «Может, сейчас мы сделаем» «Можно еще спеть песню «Сон бегемота» «Тоже такая тема» «Бегемоту снится сон, что на лыжах мчится он» «Ну, а лыжи непростые» «Лыжи водные, шальные» «Кувыркнешься с этих лыж и пойдешь ко дну, как мышь» «Ну, бегемот не кувырнется, не кувыркнется, словно пуля он несется» «Выдает высокий класс, так что радуется глаз» «Ну, вот эта песенка о том, как он мчится на лыжах» «Лыжи, лыжи, лыжи — это клево» «Это лучше, чем батук» «Пусть попробует корова» «Пусть попробует верблюд» «Стоит дым лишь покачаться» «На волне и оп-ля-ля, упали» «Так на лыжах могут мчаться» «Так на лыжах могут мчаться, могут мчаться» «Только я па-па-рабды веду» «Разбежались сразу рыбы» «Даже кит спасает коц» «Это чтобы не смогли бы» «Лыжи брюхо пропороть» «Волны под ногой дробятся» «И извиваюсь, как змея» «Так на лыжах могут мчаться» «Так на лыжах могут мчаться, могут мчаться» «Только и я» «Можно выше, можно ниже» «Можно задом наперёд» «Замечательные лыжи» «Вот бы к ним бы вертолёт» «Хорошо с волной сражаться» «Лишь коленками руля» «Так на лыжах могут мчаться» «Так на лыжах могут мчаться, могут мчаться» «Только и я па-па-рабды веду» «Разбежались, я сошиву с дороги» «Ху-ху-ху-ху» «Па-па-раббы веду» «Вот такая песенка» «Ну и просто ещё хочется сделать из этого замечательного» «Мы как соисполнители» «Мы как соисполнители» «Саша, сейчас ты будешь даже стоять, зрители все» «А зрители не понимают, что там такое происходит» «А он мчится, а навстречу ему торпеда» Но мы сейчас этого делать не будем, просто хочется спеть песенку, что такое, что такое, когда зрители не понимают, что вообще происходит. Но ты все вместе, Насаша, помоги, пожалуйста, сейчас. Ну, попробуй, я текстов не знаю. Что такое, что такое, кто же это, это кто? Почему же он раздетый, почему он без пальто? Посмотрите, как он мчится, ой, может, хочет утопиться. Он же может простудиться, потому что без пальто неужели это можно. Мчится словно бурю лист, это так не оздорожно. Ой, да он просто фигурист, может, он кого-то ищет. Ах, какой крутой вираж! Словно ветер бурю свищит. Это высший пилотаж. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой, ух, стремительный какой! Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Да, поди его поймай. Это, кажется, ракета. Да, ну почему же не свистит? Вот так вот. Ой, нет, это, кажется, комета. Почему же не горит? Нет комета, не ракета. Кто же это? Это кто? Как же так? Не то, не это. Да к тому же без пальто. Ни комета, ни ракета. Кто же это? Это кто? Как же так? Не то, не это. Да к тому же без пальто. Ни комета, ни ракета. Кто же это? Кто же это? Почему? Никто не знает. Не ответственно никто. Ай-яй-яй, ой-яй-яй, ух, стремнительный какой, ой-яй-яй, ай-яй-яй, да, поди его поймай. Ну вот такая петелька. Ну и значит еще одна вот совсем недавно у нас вышла книга, Наташа, покажи ее, если мы ее взяли. Это «Веселый оркестр» и там «Сон кукушки». Очень смешная кукушка, она вроде бы и жадная, вроде бы и не жадная, то есть ей приснился сон, что ей подарили сушки вкусные. И она всех, всему лесу кричит «Ку-ку, ку-ку, прилетайте ко мне, друзья, будем сушками кормиться». А это же сон, просыпается и вдруг видит, что столько птиц, все к ней прилетели. Она говорит, так что, а зачем кавыка, как, Сыч говорит, ты кричала, мы на весь лес, пробудила интерес, мы пришли, давай теперь нас корми сушками. Ну в общем она все подает на стол, а там столько птиц, там их, они начинают все, значит, за этим столом клевать, кто что, кто клюет, медовица там, или медуница, мед, это самое, пеночка, пенки от молока, ну и так далее. И вот когда она всех накормила, они все улетают, они спели песенку «Слава, кукушки», вот, и просто мне очень хочется петь, и она ругается, когда все улетели, она ругается со своим клювом. Она говорит, клюв, кто тебя просил кричать? Ты говоришь, я-то не хотел, это же во сне. И вот песенка, как она ругается с клювом. Ай, ой, ой, ай, ой, ах ты клюв такой сикой. Ай, ой, ой, ай, ой, ах ты клюв такой сикой. Кто просил тебя кричать? Кто просил всех гости звать? Так бы съела все одна. А теперь я голодна. Крошки, перьи на полу, надо снова брать метлу. А тарелок сорок пять, это ж все перемывать. Голова теперь болит, у меня плачевный вид. Ты послушай, как хреплю, нет, гостей я не люблю. Ай, ой, ай, ой, холодильник весь пустой. Ай, ой, ай, ой, и буфет совсем пустой. Ай, ой, ай, ой, ах ты клюв такой сикой. Ну, это она ругается, но потом она с ним снова мирится, конечно. Она говорит, буду теперь спать, я тебе на замок буду. И очень нарисовано красиво художника, как она клюв на замочек закрыт. В руке у нее ключ, чтобы никто ключ этот не стащил. Хорошая художница, Катенька, как, Катюша, какая фамилия сейчас Катинова? Щекина. Щекина, Катя Щекина, да, очень хорошая художница. Вот сейчас она делает нам новую книжку «Слоненок Бумбин». Ну, из этого, это самое, я могу только начало просто прочитать. «Слоненок Бумбин почесал свое ухо, туда залетела жужжастая муха. Он вытряхнул муху, сказав ей, «Мадам, нельзя ли вам ползать не здесь, а вон там? Здесь частная собственность уха Бумбина. Ни мед, ни в стироп, ни с пирожным витрина. По-вашему, я незаметнее, чем клоп, а если б не чайно хоботом в лоб?» «Простите», – печально ответила муха, – «я муха по имени Невезуха. Последнее время мне так не везет. Сегодня к вам в ухо, вчера кошке в рот. Противная кошка такая нахалка, ей мухи несчастны, нисколько не жалко. Хотела меня проглотить. Я едва сквозь щель между зубов и была такова». Ну и так далее. И дальше они подружились с этой мухой, он ее покормил. Ну и так далее. Вот такие вот, значит, такие детские книжки. Ну и детские спектакли, конечно. У меня очень хороший спектакль. Очень долго, лет 10 шел спектакль «Амазонки». О том, как… Ну это мюзикл вообще. Это был мюзикл. Саша, ты, по-моему, был, его видел. Был, да-да-да. Да, он долго шел. Да, дети играли, дети прямо от малышей до взрослых. Девочки, мальчики очень хорошие были. О дружбе, о том, как сначала мальчики с девчонками ссорились, как они их обижали. А потом они так помирились и так им помогли. И те, в общем, друг друга все помогали. И выяснилось, что дружба, ничего лучше дружбы нет. Хороший был мюзикл, музыкальный спектакль. Ну и сейчас тоже где-то идут детские вещи.